всем привет мы с вами снова магазин кей нижний новгород кто со мной не знаком меня зовут татьяна и по просьбам вашим после последнего прямого эфира который мы вели неделю назад мы попросили показать вам подробно детально диваны прихи там самый популярный и самый один из самых недорогих диванов в икее именно в этом сегменте диваны представлены в прямом и угловом модули сейчас покажем расскажем в общем все как обычно посмотрим все что можно посмотреть сейчас мы с вами будем рассматривать серый диван он самый оптимальный по цвету у фрихитон есть также как у страдамона и еще три цвета это шоколадный бежевый и синий мы их вам покажем отдельно давайте сейчас сначала посмотрим конфигурацию нюанс а потом уже по цветам и по ткани хочу сначала показать просто ткань выберу чтобы свет не не падал так вот отсвечиваю как ты вот такая вот плотная ткань наподобие рогожи но ткань у дивана не чисто серая а с такой вот ребринкой поэтому в принципе пятнышки мусор не так будут заметны но заметны будут вот смотрите пятно то есть кто-то что-то может быть ушел либо еще что-то произошло пятнышки замываются но по отзывам наших клиентов со временем если вы мылом замывали плохо мыло вымыли на любой обивке получаются такие вот разводы так давайте сначала расскажу про подушки это первый такой нюанс у данного дивана перемещусь вот сюда здесь поудобнее значит вот сама подушка вот ее ткань она на замке открывается вот сам внутренний слой пенополиуретана то здесь не кусок цельной а такие вот обломочки да можно сказать как печенье накрошенное поэтому я думаю форму то он не держит то есть вот я смяла да видите уже то есть если постоянно пользоваться они как бы переворачиваются и форму теряет это минус дальше по ткани у некоторых клиентов у нас пока еще нет у нас диван не так давно этот возникает катушки поэтому вы заведите с машинкой для удаления катушек с такой ткани чтобы диван держать такого нормальным чистом состоянии чехлы не съемные у дивана только у подушек поэтому постирать за химчистку не получится тут своими силами либо химчистку надо вызывать да то есть как бы такой нюанс но ребята какой бы минус я вам не назвала у данного дивана все покрывает один хороший плюс диван лаконичный аккуратный маленький ценник для такого сегмента поэтому соотношение цены и качества у него адекватные я за такой диван мы купили вы исходя из этой точки зрения зная его минусы и плюсы ну нигде больше такого не встречала вот чтобы и ткань более-менее такая износостойкая была то есть выдерживает и собаку и детей все нормально так теперь давайте дальше смотрите то есть пришли гости либо сами вы используете для сна первый вопрос куда девать подушки здесь есть казалось бы есть козетка да сейчас я вам покажу кстати что мне нравится козетка вот одной рукой вообще без проблем легко и просто даже ребенок под ним вот эта внутренняя часть про козетку все что внутри покажу отдельно давайте сейчас с подушками казалось бы можно сюда убрать да но постель хоронить здесь все таки я не рекомендую почему здесь щели когда вот вы опускаете то есть свободное пространство да и сюда попадает мусор какой-то то есть вот эти щели под может спокойно попасть мусор детские печеньки ну либо постель хранить каких-то пакетов что даже не совсем удобно поэтому я считаю что это вместо для хранения вещей каких-то не сезонных вакуумных пакетах в общем то чем вы не так часто пользуетесь поэтому подушки либо на пол убираем либо вообще куда другую комнату выносим так с подушками разобрались поняли да то есть чехол съемные и то что деформируется все-таки не со временем идеальную форму они долго держать не будут так внутренняя часть козетки вот на деревянная обвязка на мебельный степлер так вот здесь поменьше засвета на мебельный степлер приделана ткань здесь у нас вот кстати момент да если будут прыгать дети если вы очень крупные грузные люди все мы разные веса вот эти сами железные крепежи они зафиксированы в пластик я все-таки считаю что вот это как бы слабое место выломать все-таки можно у наших клиентов слава богу пока ни у кого не было но тем не менее ребят учитывайте этот момент если у вас очень активный детеныш который просто скачет как козлик ну не давайте просто могут выломать испортить пользоваться не получится так вот сами пружина металлическое усиление так вот так крепится козетка козетку кстати можно поставить любой стороны при сборке то есть вы решаете куда вы ставите плюс если вы допустим там переезжаете что-то перестановку какую-то делать вы можете козетку просто перенести не меняя пола менять самого дивана опускаем козетку на место будем сейчас смотреть как диван раскладывается сразу хочу сказать нашим подписчикам и людям кто нас смотрит мы все за собой убираем у нас был такой комментарий что вот пришли бардак довели мы все за собой убираем на как он как вам показать не раздвигая да так значит вот раздвинули еще раз но я знаю раздвинули вот два хвоста у меня в руках камер поэтому не совсем удобно если вы будете использовать данный диван для постоянного сна либо вы сюда стелите одеяло либо вы обзаводится тонким матрасом неудобно спать на диване вот в этих стыках вы в любом случае будете все время кататься и попадать сюда то есть проваливаться это по два возьми будет разъезжаться я собственно опыте убедилась поэтому мы стелим матрас так теперь по продавливаемости видно на камеру вот то есть видно как я села до читала отзывы клиенты наши оставляли нам по конкретным товарам был у нас опрос у некоторых просаживается наполнитель кто использует диван прямо вот для постоянки да вот ну вы и спите на нем и сидите на нем каждый день допустим вас однокомнатная квартира и у вас он как бы это единственное спальное место единственное место где посидеть со временем все-таки может просить потому что у него нет такой вот плотный уплотнитель он комфортный диван не жесткий диван не мягкий но сама конструкция ну ребят у него гарантия два года то есть два года он спокойно служит по факту пять шесть лет он отходит за такие деньги не стоит ждать от дивана что его хватит там на 20 лет да как родители какие диваны покупали поэтому повторю еще раз отношения цены качества не вполне адекватные так хочу показать вам отдельно заднюю стенку дивана она полноценная здесь нет никаких кусочков фанеры то есть если вы ставите диван в середину комнаты либо разограничивать им пространство например гостиную кухню без проблем все это можно сделать со сборкой проблем нет ну мужчину с руками надо то есть девушки у нас не справлялись со сборкой приглашали наших сборщиков пойдем сейчас мы с вами посмотрим прямой диван тоже разберем его покажем что внутри и посмотрим какие еще есть цвета у диванов рехета кстати сюрприз сегодня небольшой такой отрицательный такие ценник поднялся на диваны на 2009 сегодняшнего дня подорожал коричневый диван точнее такой цвет шоколада тоже он не совсем ровный немножко есть такая ребристость ткани но все-таки функциональности цвета серый выигрывает на нем не так видно мусор какие-то шерстинки животных мелкие пятна на коричневым и на синим мусор видно прям вот от и до давайте покажу сразу здесь видно вот на синим пёрышко от подушки какие-то мелкие ворсинки а так как все таки это магазин здесь не так много мусора дома будет этого всего гораздо гораздо больше давайте сейчас разложим прямой диван чтобы у вас было понимание что и как подушки сваливаются сами внутри у дивана на дне есть вентиляционная решетка чтобы диван все-таки проветривался так дальше смотрите помните я когда серый показывал говорила вам что в ящиках все-таки чистое постельное белье но не совсем стоит хранить пыль все здесь собирается поэтому либо это пакеты либо хранить что-то другое так значит металлическая скобка на которой закреплен бок дивана он же будет служить друг второй частью спального места и вот здесь видно механизм механизма вам показывали отдельно а это еще дополнительно пружина который не было видно в угловом так теперь я опускаю подушка мешает так ну друзья мои мне до подушки не дотянуться в неудобно поэтому давайте подушку я достану вот такое отверстие получается то есть если вы ложитесь спать без дополнительного какого-то матрасика либо одеяла все равно будет с этим местом соприкасаться и заваливаться в эту дырку еще небольшой минус у углового дивана есть вот такая задняя стеночка и когда вы диван раскладываете как вот в принципе здесь до синий разложенный образец вы не соприкасаетесь со стеной когда вы приобретаете прямой диван ложитесь на нем спать у вас остается вот такой зазор то есть вы максимально подвигаете диван но все равно до стены остается пространство в случае вот этого дивана спокойно проходит моя рука так давайте собирать его обратно за все время что мы возим товары икея один раз у нас был крупный брак по дивану фрихитон это была эко-кожа было это четыре года назад первый диван очень сильно скрипел на него садились и он издавал такие неприличные звуки отвезли его привезли другой клиенту там оказались продавленные подушки то есть не вот эти подушки а сами вот эти большие подушки то есть человек когда садится посадить здесь все ровно а там человек садится и там прямо вот бруски деревянные чувства такого быть не должно поэтому когда приобретать самостоятельно либо там неважно через нас через своих посредников своих городах приехал диванчик собрали все проверьте все потрогайте все посмотрите да есть нюансы которые в процессе эксплуатации возникает но есть нюансы которые видно сразу не надо их замалчивать лучше это обменять пока диванчик новый это проще чем когда это будет процессе эксплуатации возникать потому что возникнет вопрос возможно вы сами и правильно что-то делали и появились такие нюансы у дивана сейчас мы все вернем на место я все-таки считаю что оптимальный диван это угловой у него есть больше места для хранения на него элементарно можно больше гостей уместить ценник у них одинаковый поэтому если место позволяет то лучше все-таки взять угловой диван и прошу в комментариях написать кто пользуется данными диванами у кого какая общая эксплуатация как пользуетесь насколько удобно может проблемы какие-то возникает делитесь это нужно нам это нужно вам это нужно и клиентам нашим которым мы доносим информацию по качеству по проблемам и по прочему поделите еще бежевый покажем цвет диванчики всегда в икейте стоят такие растрепанные все время смотрят трогают проверяют сидят на них вот кстати еще смотрите видно я думаю на мою камеру вот этом диване периодически сидят до обивка все-таки не такая вот натянуты как на барабане она заламывается поэтому дома это будет то же самое то есть постоянно тать эти заломы будет видно вот основное куда я загнала то есть эта ткань растягивается процесс эксплуатации появляются такие заломы так синий мы вам цвет показали серый рассказали коричневый в принципе про все цвета рассказали один еще один из плюсов диванов рихетен они шикарно сочетаются с крестом мистер адмон цвет фактура они конечно разные по стилю но за счет того что ткань одинаковый цвет одинаковый они замечательно становятся в пару диван сам по себе простой легкий кресло более сложный поэтому смотрится комплект замечательно ну принципе по диванам у нас все что мы хотели вам рассказать с удовольствием ответим на ваши вопросы в комментариях ждем ваши отзывы всем спасибо до новых встреч до новых встреч